Полезный город Что это такое и на каких условиях Ростелеком может приобщить своих клиентов к этому сервису? Все привыкли, что у нас есть свой сервер. Клиент пользуется, в зависимости от компании, либо это обычный компьютер, либо это уже серьезное помещение с гудящими климатическими шкафами, вентиляция, пожаротушение. Это такой неубиваемый сисадмин, который приходит и каждый расчет подсовывает руководителю. Непонятно, на что там заклинания написаны, обычно всегда дорогие. И это оборудование очень дорогое, постоянно, но периодически его надо обновлять. Что мы предлагаем? Мы предлагаем свои удаленные серверы. То есть вы имеете выход в интернет, заходите на нашу веб-страничку и формируете свой сервер у нас в центрах обработки данных. У нас в центрах обработки данных защищены по высшей категории физической защиты и информационной безопасности. Это позволяет вам оптимизировать и понимать затраты на работу с этими данными. То есть у вас не возникает каких-то всплесков, там материнская плата сгорела, там срочно нужно, там вент. Вы платите за то, что пользуетесь ежемесячным полонятным платежом. Если ресурсы, допустим, надо увеличить, вы заходите, увеличиваете, понимаете. Если вы понимаете, что вы перебрали с ресурсами, их можно уменьшить. В онлайн-режиме управляете. То есть достаточно гибкая такая система для небольших компаний и для очень больших. Есть же в Кире очень большая компания, которая пошла персональные данные. Соответственно, чтобы работать и обрабатывать персональные данные в соответствии с постановлениями правительства, нужно требования к серверному выводу, к самосервированному. Очень большие, это очень дорого. Поэтому не взяли и какой-то кусок, где работают персональные данные, отнесли к нам в виртуальный ЦОН. Там он работает, крутится. В результате им понравилось, они тихонько отказались вообще от сервера и крутят у нас. Основное, конечно, здесь опасение у всех. Как я могу кому-то поручить, что где-то не мое, где-то далеко. Я когда с руководителями разговариваю, говорю, у вас смартфон лежит, вы там облачное хранилище используете? Ну да. Я говорю, ну то есть вы уже пользуетесь. Да, вам уже то же самое. То же самое. И какая вам разница, где у вас сервер стоит, в подвале, либо он там стоит, я не знаю, в Москве, либо в Нижнем, либо в Новосибирске, в Сочи. Ну вам какая разница? Спасибо за информацию, Евгений Валов, руководитель кировского филиала компании Ростелеком.